Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам про Минск и покажу этот город. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Минск является столицей Республики Беларусь, её политическим, экономическим, культурным и научным центром. Это древний город, упоминание о котором восходит к XI веку. Существует версия того, как он возник. Глеб Всеславович принял предложение своего отца и сделал Минск столицей независимого княжества. Есть доказательства того, что это был процветающий коммерческий центр, расположенный на пересечении традиционных торговых путей с востока на запад и с севера на юг. А это нулевой километр. История Республики Беларусь Субтитры создавал DimaTorzok Минск расположен на берегу реки Свислыч и занимает площадь 200 квадратных километров. Его население составляет около двух миллионов человек. Это Красный костёл. Это Октябрьская площадь. Во время Великой Отечественной войны Минск был разрушен немецкими захватчиками почти полностью. Город лежал в руинах. Народ Белоруссии восстановил его. На площади Победы горит вечный огонь в память о солдатах, подпольщиках и партизанах, павших в боях за свободу нашей Родины. Название многих улиц города носит имена героев. Клощадь Победы Промышленные предприятия Минска включают. Минский тракторный завод, Минский завод вычислительной техники, Шарико-подшипниковый завод, Завод холодильников, Часовой завод и другие. Промышленные предприятия производят тракторы и автомобили, мотоциклы и велосипеды, телевизоры, радиоприборы, часы и холодильники, электронно-вычислительную технику, текстиль, обувь, продукты питания и другие товары. Это большой транспортный центр с разнообразной сетью железных и автомобильных дорог, воздушных линий и двух линий метро. Минское метро является самым новым и очень красивым. Минское метро Станция метро Грушевка Площадь Ленина Метро Минский технический технический университет На площади независимости находятся Белорусский государственный университет и Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, в котором я училась. Минск живёт насыщенной культурной жизнью. В Минске есть шесть театров, концертные залы, цирк, множество кинотеатров, мест культуры, библиотек, клубов, самые известные театры – театр оперы и балета, театр имени Янки Купалы, театр русской драмы имени Горького. Среди наиболее интересных музеев можно упомянуть музей истории Великой Отечественной войны, художественный музей и музеи Янки Купалы и Якуба Колоса. Художественный музей – настоящая сокровищница изобразительного искусства. Минск – город спорта. В различных частях города есть хорошее спортивное сооружение. Теннисные корты, детские площадки, плавательные бассейны. Главные спортивные структуры – стадион «Динамо». Дворец спорта, центр водных видов спорта. Ледовый дворец. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Пока!